Идемте, пойдемте, пошлите я вам покажу, это ужас просто, и мы ничего не можем, отключим нас, горела квартира вверху, вы на все забиты, вы понимаете, это ужас, как человек живет, вы понимаете, я просто случайно вас увидела. Пожалуйста, приходите, идемте, вот ее квартира, пойдемте, она дальше лежит, идемте сюда, холодина страшная, человек замерзает, отключил газ, посмотрите, за неуплату, говорят, Путин издал приказ, у нее, знаете, как девочки, у нее паспорт попал этим самым, как им называть, наркоманом, она декабрь, январь, февраль вообще голодала, потом мы догадались, 1 марта сын принес ее паспорт мне. Я стала получать пенсию, платить все долги за нее, сейчас осталось 14 тысяч, за этот несчастный газ я выплатила 9 тысяч, вот она лежит, смотрите, куда только я не звонила, я наверху дошла, на Васильевой, вот пожалуйста, я уже не знаю, как, в субботу приедет, сын, сын срочно, сын в Казани живет, вот работает вечка, вот я уже ходить за ней, просто устала, устала ходить, она просто умирает от холода, вы понимаете, никому не надо. Одна, я вот еще соседка с первой квартиры, вы ее не видели, она дочь генерала погибшего, вот мы тоже дочери, мы боремся вот за нее, и ничего сделать не можем, вы понимаете, страшно, просим, погасим, я ведь даже 9 тысяч уплатила, понимаете, социальный пришел, покрутились, воды нет горячей, мыть ее нельзя, она 2 года не мытая, поверите. Вот как, как быть, как жить, я не знаю, помогите, пожалуйста, чтоб газ дали хотя бы, вот, я совершенно чужая, я с ней не ела, не спала, не пила, чай не пила, и просто я по доброте душевная, она потому что прибегала ко мне, когда паспорт не получала, просила, хоть на хлеб, хоть бы пенсионный, деньги в пенсионном были, а потом 100 до 3 месяца, мы все эвакуировались, а больные остались, она в доме, мой муж не ходит, остались в доме, я стояла, стояла замерзлась, говорю, 41 год прожили, а взорвемся, так взорвемся, ушла. Вот пойдемте, вот, сочетка, женщина-генерация, она вам, так, все же, здесь. Здравствуйте, я вся раздетая, раздетая. Нет, ну, если вы не можете, не надо, просто свое мнение скажите по поводу вашего жилья. Какое жилье? Мы каждый день, я даже помыться не могу, куда-то поехать, ни ванны, ничего нет, все течет, все вечно, непонятно, что творится. Дом аварийный, сижу и дрожу, как бы ни отказала, где что. Краны текут, можете зайти, посмотрите, ничего нет. Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, три года назад мы давали заявки, что это наш дом, ничего не делали, абсолютно. Никто, ни сантехники, никто не идут. Я ходила, дочка делала. Три года сантехник не идет. А где-то там берут? В любой момент может это самое взорвать, а там. Официально он не признан аварийным. Официально он не признан аварийным, получается, этот дом. Как не признан, у нас комиссия была, у нас документ есть. А на расселение у вас есть сроки, когда вас будут расселять? У нас есть документ, мы сами на свои деньги наняли людей, чтобы они проверили. 78% у нас износ. А наши дома пока даже в проекте городе... Это экспертиза. Ну, экспертиза. Это экспертиза. А они, конечно, приходят, им ничего не надо. Они не приходят, господи. Он не признан аварийным, официально он не признан. Его нет в этом списке. А у нас 19, а у нас 19 еще. Что это там? Ой, ноги не ходят. Он только на такси перепрягается. А где краны там, да? Ну да, зайдите. Раковина висит. Вон, да, можете на кухне посмотреть, как раковина держится. Тут капает. Вот пришли там, проверили сюда. Я говорю, придите хоть подтяните вода. Они даже не приходят. Хотя у меня никаких долгов нет. Вот, посмотрите, как раковина висит. Вон, палку подставила. Ой, ой, сядю. А вас концерт сгручала? Лидия Павловна. А, примеряй.